Вот мне надо с Калиновки добраться до Черепашинца. Нормальный человек бы приехал на Калиновку на автовокзал, подождал бы час автобус на Черепашинце, сел бы на него и вышел и делал в своих делах. Но это же я нашел ветку в Калиновке, которая ведет станции Варшица. Это следующая железнодорожная станция после Калиновки. Постоял по расписанию, что по идее успеваю сесть там на электричку и проехал до Черепашинца. Но сама остановка Черепашинце неизвестно, останавливаться там электричка или нет. На самых Черепашинце установок надо идти километра четыре в село по болоту. А если не останавливаться, мне придется выйти аж на следующей остановке и там висела на километры восемь наискосок. Там придется идти в село Заливанщины, может там подъеду на какой-то машинке в Черепашинце, а может и нет. Так что полный экспромт и небольшой риск. Но это явно интересно. Здесь видно Калиновку классно, просто далеко уже на телефон не особо увидишь. Но бля, это интересно и живо это. Лучше чем сейчас в офисе сидеть и а после него идти домой. В лучшем случае заняться сексом. Ладно, посмотрим что будет дальше. По дороге мне встретилось такое квадратное озеро с молоком. Поверьте, не каждый день видишь квадратное молотное озеро где-то в периметре метров сто. Ну вон дальше с железочкой мы уже подходим к станции Варшица, а позади Калиновка. Перед нами древняя какая-то труба. Ширяя накладка старая, может быть еще до военной или сразу после военной. Такая идет труба. О, дырочку видно. Через железку. На улице, кстати, 12 ноября, где-то плюс 10, реально тепло и теплый ветер. И вон вдалеке пасется одинокий конь или жеребец. И там он за деревьями, в принципе, а вон, 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 видно многостоящий домик. Наверное, доль железной дороги. Ну а мы продолжаем идти. Все думали, что поезд поедет там, а он поедет там. Вот я уже на станции Варшица. Вот есть расписание, которое нам говорит, что в 11 приезжает поезд, сейчас будет с 15 и 11, и ничего не указано. Походу логично, на моей остановке Черепашинца оно останавливается. Вот сама платформа. Слава богу, дождя нет, и на улице тепло. До связи. Вот я все-таки еду электричкой. Кто Черепашинец? Не знали мне, что это должно? Вышел с электрички на Черепашинца. Вышел я один. И как раз выскочил мужик, который приклеил такое объявление, что с понедельника, ну 16 ноября 2015 года, по таким-то путям отменяются какие-то станции. Вот чтобы вы мне верили, что я не вру. Это это место, где офигенные карьеры и все такое. Где в Сельраду на этих выборах победили одни женщины. Тупо одни женщины правят целом Амазон. Поэтому я еду в это село. Как видите, вышел я один. Никому вообще не нужен. Не нужны эти Черепашинцы. Куда идти я не знаю. Что делать я не знаю. Не, ну я знаю, что делать. Мне надо идти вот туда прямо. Но мне надо найти как минимум тропинку. Вон, походу, я ее вижу. Ну, отправляемся туда. Ну вот я вышел на поле. И куда идти мне неизвестно. Вон прямо в Черепашинце находится. А вон прямо там вдалеке видно элеваторы Корделевки. А вон лес, где находится ставка Геринга и знаменитый Черепашеский карьер. Куда мне идти туда бы. Дорога ближайше вроде там. По карте показывают, что и там не здоровье. Но это просто как бы мне разделение поля. Ну, надо туда посмотришь и глянуть. А что-то на дорогу нифига не послушает. Смотрите, рыжая трава. Видите, такая рыжая, рыжая. Ну, дальше идет зеленая. Вот именно вот эта участка. Рыжая, рыжая, это что-то сочетается. Я скоро с вами сейчас сказать, что если рыжая тёлка водите сюда к этой рыжей травке и трахните ее тут. Скажу вам честно, если рыжая девочка согласится сейчас, в ноябре месяце, вот с вами в это болотистое поле поехать на электричке, и тут вам отдастся. Я говорю, завтра идите в ЗАГС. Вы лучшего девочки точно не найдете. Тем более, если она рыженькая. Послушайте моему совету. Я себя чувствую каким-то немцем в 41-м году, который убрал наши села, либо советским солдатам в 44-м, в 43-м. Я расхождал эти селы. Вот так вот пофиг, в какую погоду, в какое время года подходил к селам под таким дорогам. Потому что, хочу сказать, это еще идеальные дороги. Я в своих бутцах, не знаю, что они у меня грязные, не грузно было, тогда техника просто грузла и тонула. Это было жесть. Да, и климат был другой. Тогда в ноябре уже морозы были, и не дай бог, а сейчас на улице плюс 10, и теплый ветер. Не знаю, что я тупо на поле, в такую погоду, когда кажется, здесь просто ужас. Ну, чувство прикольно. Правда, чувствуешься каким-то одиночным, не, или советским солдатам. Боя тут один, ну, и камуши, естественно. Хотя, вряд ли, один в поле не воин. Ну, кто знает. Я смотрел фильмы про Рэмбо, с Шварценеггером, команда, с многими героями, показала, что один-таки воин, целый армию можешь победить. Так что, идем наступать на село, черепашинцы. Отличный фактор, который подтверждает, что это лето было засушливым. Вот, между полями такая тропа камышей, деревьев, такая, ну, в яме. Обычно всегда в таких ямах реки, озера, речки, что очень часто бывает, когда ходишь, где-то гуляешь, и тебе тупо надо вот на ту сторону, и тебе обходится переходить очень много, либо лезть в болото, чтобы все-таки или в реку эту, или как это назвать, океаном, чтобы банально переправиться. Вот, видите, были дожди в ноябре. И это все равно было мало. Лето было сухое, и вот, смотрите, сейчас вместо речки, озерца, просто какая-то тропиночка, в которой можно гулять, как в валейке где-то на Бродвее. Вот там пример засушливого лета. Вот черепашинцы. В начале села людей нет вообще. Я иду, тупо вижу сороку, петухов, куриц, собак, котов. Людей нету нихуя. Дома тут, кстати, такие интересные. Под заброшенки все. Вон, можете ознакомиться. Вот село Черепашинцы. Перешел уже к ставкам. Прикольно, что оно изгибается, есть островок, и там вдали куча причалов, прям как для кораблей. Само село интересно тем, что здесь каждая хата какая-то своеобразная, свой стиль архитектуры, что-то особенное. не тупо все под копирку и одинаково. С парень и одинаково. Уточки пьют водичку. Весьма милая. Ну что, в самом село в селе я полазил, поговорил с этими женщинами-депутатками. Совсем, конечно, матриархат это хорошо, больше толку от девок. Всегда от него больше толку, чем от мужиков. Хоть сам мужик на мужской солидарности у меня мало. Сейчас направляюсь в карьеру. На сил, в принципе, нет. Автобус через СА-2, а по ВАЗ здесь и не видеть ихней карьеры. Там все равно что-то бывать в Париже и не увидеть Альфовую башню или побывать в Винниции и не увидеть, не знаю, Маргунова, Гройсмана, Фонтан и швейцарский Трават, конечно. Так что идем в карьерчик. Вот он, красавец, карьер. Ему, оказывается, по прямой. Если идти в села, вообще не много. Для машины больше, потому что бежать надо к тем берегам, что прямо по курсу приезжаешь. А так ты выходишь к одному из острых берегов и кихово побывающим ходим. Вот здесь места, искам, где можно посетить. Ну и полюбоваться этой офигенной чистой водой. Смотрите, она прекрасная. Вокруг, конечно, горы мусора. Грозота тут, конечно, безземная. Еще погода распогодилась, то свет воды он просто сводит с ума. Такая линова лина делает чудеса. Даже не верят, что карьер-то затопило посуществует к 90-м. А до этого здесь тупо яма была. Так что индустриальный мир не только портит, но и окрашают места. А так бы вообще тупо лес на глине, если бы это место вообще никак бы не исследовали. Так что все у меня что-то хорошее, что-то плохое. Несмотря что в Черепашинцах есть карьер, до которого отсюда получат охоту. Офигенно. Здесь есть так же столок, в котором офигенный заход. Вода по цвету вообще похожа на наш южный бух в лучшем его виде. Посмотрите этот, пляжик. Просто офигенный заход. Посмотрите песочек, лавочки. Отлично. Смотрите местный самый крутой столб. Все столбы как столбы. просто себе стоят. А тут при въезде в Черепашинцы посмотрите целых себе 10 не 10 15 даже 20 метров диаметра посмотрите загородил у тебя самый модный реально самый понтовитый столб в мире. слом и м т м м м Продолжение следует...